6 апреля наша съемочная группа побывала на брифинге председателя правления ЧАО УДП Дмитрия Баринова. Начало этого года для судоходства по Дунаю оказались неблагоприятными. Дунай замерз мгновенно. Он замерз за два дня. На Рождество, перед Рождеством, 5 числа, в это время двигались 31 караван наш. Кто-то шел вверх, кто-то шел вниз. Успели некоторые прийти в места укрытия для зимовки. Некоторые вмерзли посередине течения. Это осложняло эвакуацию экипажей, потому что все экипажи были в большинстве эвакуированы. Осталась только вахта, которая поддерживала жизнедеятельность судна и обеспечивала безопасность. Были доставлены продукты питания, было доставлено топливо для обеспечения света, работы механизмов судовых. В общем, с этой задачей мы оперативно справились и не допустили за все время ледовой ни одной серьезной какой-то аварии или, не дай бог, связанной с риском для жизни наших моряков. Конечно же, остановка флота повлекла за собой некоторые уменьшения выплат работникам пароходства. 50 дней простоя из-за ледостава отразились на финансовых показателях предприятия. За первый квартал этого года ожидается убыток в размере около 20 миллионов гривен. Мы пережили этот период, и я бы назвал это основным итогом первого квартала 2017 года. Первый квартал для пароходства всегда планово-убыточный, назовем так. Это связано с многими вещами. Даже если бы не было ледохода, ледостава, зима на Дунае отличается падением активности коммерческой и, наоборот, нашими большими вкладами в подготовку пассажирских судов для навигации. Мы затем наверстываем вот эти результаты наши негативные, перекрываем их и выходим на плановые показатели. В прошлом году мы порядка 30 миллионов прибыли получили. В этом, может быть, будет столько же. Посмотрим. 13 апреля начинается пассажирская навигация 2017. В ней примут участие теплоходы Украина, Молдавия и Днепр. Вплоть до начала ноября все билеты проданы. Это результат того, что в прошлом году мы получили очень высокие оценки от туристов немецких. Я уже говорил, что некоторые по два и по три раза отдыхали на наших судах. И это послужило причиной, что и Днепр в этом году будет работать. 4 апреля пароходство выиграло суд по иску компания Security Credit Bureau Англия, которая пыталась завладеть теплоходом Татарбунары по мошеннической схеме. Он был арестован в июле 2014 года в порту Турции. Судовладельцу предъявили претензию о неоплаченных счетах за якобы проведенный ремонт, который даже не проводился. Окончательно мы отбили все претензии этих мошенников, которые инициировали отъем государственной собственности. И мы в суде победили, и с нас сняты все претензии, им во всем этом отказано. И еще победили в суде в Будапеште, там тоже фирма оспаривала наш отказ о продаже здания. В общем, тоже многолетний спор закончился в пользу украинского дунайского пароходца. Поэтому такой неделя перемог, которая закончилась без визов еще и для Украины, это все положительно. Работы очень много, планов очень много, это инвестиционные наши переговоры с китайской стороной. Возможно, мы будем в этом плане успешны и сможем начать наконец-то обновлять флот. Уверенностью смотрим 2017 как минимум год, я думаю, и на дольше. Так что такие у нас результаты, так мы живем. В завершении брифинга председатель управления ЧАО УДП Дмитрий Баринов ответил на вопросы журналистов. В частности, их интересовала передача городу стадиона. Судьба вопроса передачи стадиона городу, к сожалению, не в моей компетенции. Мы с мэром, я вам хочу сказать, сделали все возможное. Но где-то этот вопрос затерялся между ведомствами, потому что там должен что-то сказать фонд госимущества, кто-то должен сказать министерство экономики, ну наше министерство. Не знаю, многие вопросы тормозятся из-за этой сложной несовместимости. Форма собственности государственная, а работаешь ты в жесточайших рыночных условиях, да еще за границей. Ну зачем нам стадион? Концерты мы не проводим, тренировок каких-то нет. Так что пока вопрос не решен. Дмитрий Анатольевич видит большие перспективы в развитии предприятия. И несмотря на то, что трехкодичный срок его контракта истекает, собираются работать и дальше. Галина Величко, Игорь Коц, Измаил, Бессарабиат.